Единая Россия 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 не только в общественно-политической жизни, стали фактически депутатами законодательного собрания, как Мария Рогаткина сегодня, моя коллега, которая проходила тоже вот это горнило политического обучения. Мы будем в обязательном порядке, а регистрация на нашем сайте politstartup.er.er уже началась, курировать каждого, кто зарегистрируется, и протянем руку каждому молодому человеку и девушке, которые захотят с нами пройти этот путь. Мы в обязательном порядке поможем ребятам стать полноценными, если они этого захотят, кандидатами в депутаты Ульяновской городской думы. Все вы знаете, что 13 сентября 2020 года в областном центре пройдут выборы депутатов. И у всех молодых ребят сегодня есть шанс попробовать себя пройти и этим путем. Прежде всего, чему мы можем научить или подсказать, безусловно, общению с различными аудиториями, с различными группами населения. Безусловно, мы дадим знания, содержание, скажем так, тех различных проектов городского, областного значения, которые сегодня людям интересны и которые необходимо внести в массы. Это и городские программы, начиная от уютного двора, ремонта многоквартирных домов, так и социальные проекты, такие как активное долголетие и так далее. Все эти знания и умения держаться на людях, передавать четко свои мысли и проекты, убеждать людей, мы молодым людям, которые к нам придут в нашу команду, безусловно, передадим. И надеемся, что вот это обучение, а я сразу хочу сказать от молодых людей, мы тоже учимся, потому что они креативные, интересные, очень многие вещи видят не так, как тем, кому 40, 50, 60 лет уже опытным партийцам и просто общественным лидерам. Мы от них тоже учимся, поэтому вот это общение будет взаимное. Приглашаю для участия в политстартапе 2020 всех, не только жителей города Ульяновска, но и всей Ульяновской области. Мы окажем самое позитивное и качественное сопровождение каждому, кто придет и зарегистрируется на сайте. А сейчас я хотел бы слово предоставить своему коллеге, другу, моему первому заместителю Илье Владимировичу Ножечкину. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что тренд на обновление кадров, он все-таки федеральный, региональный и местный тоже. И по большому счету, по возрастным параметрам я могу пройти как участник проекта политстартап. Я думаю, есть такое выражение, там сплав молодости и опыта. Я думаю, это правильный формат, правильная формулировка для любой организационной структуры. Мы сейчас здесь тоже находимся с Василием Анатольевичем Гвоздевым, и я думаю, неплохо, что и молодежь представлена у нас и в президиуме партии «Единая Россия». По большому счету, являюсь и федеральным наставником в рамках проекта политстартап. У нас был опыт в прошлом году, когда мы, используя вот такую дистанционную коммуникацию, работали с молодыми коллегами из других регионов. Но, конечно, одно дело, поддержка такая дистанционная, консультационная, а другое дело, когда мы имеем возможность молодежи помочь и дать путевку в политическую жизнь непосредственно здесь, каждый день, консультируя, помогая. И, конечно, работая на округе, я понимаю, что кто выходит на сходы? Конечно, выходят в основном пожилые наши жители, представители серебряного возраста. А в то же время нам для развития города, для развития наших округов, городской среды нужно учитывать мнение молодежи обязательно. Но это зачастую очень сложно сделать. Понятно, что мы сейчас работаем в социальных сетях, работаем в интернете, но получить мнение все равно оказывается довольно сложно. Я думаю, что как раз-таки та молодежь, которая придет в проект политстартап, она поможет как-то консолидировать это мнение, обобщить его, чтобы мы могли, развивая город, отталкиваться в том числе и от этих интересов. В этом году к нам приезжали урбанисты не один раз, проводили семинары о том, как все-таки правильно, например, элементарно вот такой базовый проект по реконструкции двора реализовать, чтобы он отвечал интересам всех. Да, то есть сейчас зачастую как? Ставится игровой комплекс без учета, например, вообще сколько здесь детей младшего возраста, а сколько детей среднего возраста, а вообще есть ли дети в этом дворе. И как раз здесь вот то, о чем я говорю, учет интересов молодежи, а что нужно молодежи от городской среды, конкретно во дворе, в микрорайоне, в городе в целом. Какие-то у нас точки роста появились, в том числе по инициативе губернатора, когда объявлялся в городе конкурс и голосование по скейт-паркам, и тысячи и тысячи людей принимали участие в отборе, в голосовании. Я думаю, что вот это первая ласточка, и политстартап поможет в том числе и по-другому выстроить взаимодействие власти и общества в целом, в том числе и общества молодого. Есть определенный процент, определенная все-таки планка, на которую наши федеральные коллеги планируют выйти в 2021 году, это 40%. Я думаю, что нам обязательно нужно все-таки так поработать с молодежью, чтобы по каждому из городских округов кто-то на праймерис от молодежи вышел, и не просто кто-то, а с программой, с идеями. Сейчас мы проводим так называемую Лигу Думы, это интеллектуальные игры для молодежи, и эффект, честно говоря, очень приятный, потому что команда пополняется талантливыми молодыми людьми, которые полны идей, полны готовности работать, и свежие мысли, и новая-новая энергия появляется, чтобы делать, и чтобы улучшать на территории нашего города. Спасибо. Спасибо, Илья Владимирович. Мне бы хотелось слово представить Викторию Маркеловой как лидеру проекта «Политстартап» 2018 года. Виктория, обязательно осветите вопрос, что вам дал проект, насколько вы выросли или изменили свою жизнь общественную, политическую за прошедшие два года? Да, на самом деле проект «Политстартап» — это новый уровень, новый этап для любого человека. Я раньше к политике не имела вообще никакого отношения, я даже не представляла, как, кто, куда идёт, зачем, какая вся процедура, да и на выборы, если честно, ходила не всегда. После проекта я узнала, как устроено наше государство, почему именно так происходит, как вообще выборы проходят, как бороться, как общаться с людьми. И когда ты общаешься в своей маленькой компании, да, живёшь своей жизнью, оно всё просто так… А когда ты уже выходишь к народу, да, к тем же жителям, новые проекты какие-то пытаешься запустить, это совсем другое дело. Сейчас у меня круг знакомств намного больше, я стала заниматься именно общественной деятельностью, раньше я была увлечена своим маленьким делом, а сейчас у меня большие, огромные дела. Хочется помогать, хочется продвигать. Ребятам хочу сказать настоятельно, рекомендую, если у вас есть немножечко времени, поучаствовать в этом проекте, узнать, как устроена у нас наша политическая сфера в нашем городе, попробовать свои силы, потому что много интересного будет. Спасибо, Виктория. Полина, лидер молодой гвардии, за вами сотни, может быть, тысячи молодых ребят, с которыми вы уже выстроили отношения. Как вы считаете, политстартап – полезный проект? Будете принимать участие? Добрый день, уважаемые участники встречи. Да, действительно, молодая гвардия, наше молодое поколение примет активное участие в данном проекте политстартап, и у нас уже есть первые зарегистрировавшиеся в данном проекте. И одна из первых заявок подала тоже я. Мне очень интересно попробовать свои силы. Действительно, как отметил Илья Владимирович, сейчас партия требует обновления, и мы готовы предоставлять данных кандидатур на данные обновления. И, как вы сказали, Василий Анатольевич, то, что нам действительно не хватает знаний, некого опыта. И вот проект политстартап, он действительно дает вот эту вот возможность общения с высококлассными специалистами в этой сфере. И я думаю, что положительный эффект получится данного проекта, и большое количество людей получат свои мандаты. Спасибо, Полина. Прежде чем, возможно, вы перейдете к вопросам, хотел бы еще несколько вещей озвучить. В целом данный проект стартует одновременно порядка в 40 субъектах Российской Федерации. То есть мы не одиноки. Фактически везде, где будут проходить различные выборные кампании областного уровня, местного уровня, данный проект стартует. И принципы его реализации, он будет абсолютно честный. Мы всегда стараемся делать максимально, учитывая интересы молодых ребят, абсолютно все прозрачно, справедливо, честно. И за последние два года реализации данного проекта, по крайней мере в нашем оригинальном отделении, жалоб от участников проекта, что где-то кого-то задвинули, или они хотели, пытались, а им не дали, не представили возможности, у нас не было. Если такие факты есть, молодые ребята, значит, пожалуйста, сообщайте. Мы обязательно будем максимально, значит, принципиально с этими вопросами разбиваться, разбираться. Поэтому убедительная просьба приходить и, значит, доверяя нам, начинать с нами в этой части работать. Ведущие федеральные эксперты, дистанционные, а некоторые приедут к нам, наши региональные политики, значит, беспартийные лидеры общественного мнения, с кем мы взаимодействуем, в течение этого проекта окажут вам необходимую поддержку. Мы будем проводить и необходимые семинары, организовывать индивидуальные консультации, приглашать и участвовать для участия в различных уже общественно-политических мероприятиях. А вы понимаете, что в год 70-летия победы, в год, когда мы фактически по, значит, посылу президента, который выступил перед федеральным собранием с очень серьезными инициативами, очень многое действительно меняем в регионе и на уровне власти, и на уровне взаимодействия с гражданским обществом. Во все данные проекты мы будем вас привлекать для того, чтобы вы опыта набирались, для того, чтобы вы свои знания показывали, для того, чтобы вы нас заряжали своей инициативой и своим, так сказать, драйвом. Поэтому еще раз приглашаем вас и надеемся, что действительно в этом году уже не 50, не 100, а может быть, там, 300, 400, 500 молодых ребят зарегистрируются и вольются в наши активные ряды. Если есть вопросы, прошу задавать. Пожалуйста. Дмитрий Емьян, Патерковул. Разделим, перейдем на две части. Мэтры и начинающие политики. Первый вопрос к мэтрам. Понятно, что этим проектом вы формируете себе скамейку запасных, готовите себе смену. Как долго на этой скамейке запасных будут находиться те молодые ребята, которые успешно пройдут этот проект? Успеете ли вы заслушать всех кандидатов, которые заявятся в этот раз, в этом году, до выборов в городскую думу, для того, чтобы они зарегистрировались в качестве кандидатов? Вообще, возможно ли это? Ну и сразу второй вопрос, чтобы молодая часть готовилась, да? Виктория, почему именно политическая партия? Почему политическая партия? Достаточно много других общественных, волонтерских движений. Почему политическая партия? А не какое-то другое направление, где можно себя проявить. Спасибо. Я все-таки немножко подбавлю, если хотите, перчинки, чтобы вы не так уж относились ни к Гвоздеву, ни к Илье Владимировичу, который уже застрил внимание, что он может пройти политстартап, и ему нет 35 лет. У нас в оригинальном отделении партии самому, скажем так, мудрому и возрастному члену партии далеко за 90. И вообще членам партии, которым 90 лет, у нас порядка, по-моему, их 15-16 человек по Ульяновской области. А члены партии, которые активно работают, ну, допустим, Сергей Иванович Морозов, да, который разменял седьмой десяток, и как член партии работает, ну, в президиуме молодые за ним не угонятся, да. Таких у нас очень-очень много. Поэтому мы не так быстро собираемся сдаваться тем, кто 40, кому 45, 50, 60, и, безусловно, будем вместе с молодыми работать вместе. Но абсолютно правильно было отмечено. У нас очень много проектов, но только федерального уровня 15 партийных проектов, где общественные советы сформированы, те, которые закрывают целые направления деятельности, значит, в Ульяновской области, начиная от экологических направлений, заканчивая, значит, патриотическом воспитании. Куда молодые ребята сегодня 100% будут привлечены, им будут даны партийные определенные и беспартийные поручения, да. А если коллеги захотят сразу, так сказать, ну, если они члены партии, допустим, мы можем их сразу ставить на руководящие должности данных партийных проектов. Не сомневайтесь, дорогие ребята, формализма у нас никакого не будет. Каждый из вас, исходя из вашего проекта, пожелания, и, как правильно Виктория сказала, времени, которое вы можете на это потратить, будут привлечены, ну, к различным общественно-политическим инициативам. Мы всем найдем, ну, скажем так, свое поле деятельности, никого не забудем. И поверх, я уже об этом говорил, мы будем работать вместе. То есть, а если коллеги где-то будут выше нас, без всякого сомнения, сразу будем уступать место, потому что мы работаем для молодых. Город, Ульяновская область, через 15-20 лет будет управляться кем? Тем, кому сегодня 20, 18, 25. Значит, это абсолютно нормально. Поэтому занимайте быстрее наши места, приходите, но работайте профессионально, значит, подталкивайте нас, и у нас все получится. Дмитрий, я бы не стал себя относить к мэтрам, тем более готовящим себе скамейку запасных. Вот, я бы сказал, что я буду поддерживать своих молодых товарищей и коллег, вот, в их начинаниях. Подчеркнуть хочу, что ведь молодежь пойдет на праймерис, и тот, кто выиграет праймерис, тот и будет выдвинут от партии на Россию. Поэтому понятие скамейки запасных я бы вообще не стал здесь применять. Здесь любой молодой человек, независимо от пола, да, парень, девушка, если он приведет за собой людей, значит, он пойдет на выборы и станет абсолютно взрослым действующим политикам. Депутаты городской думы, добавлю, практически на каждом выборном этапе заходят в возрасте, ну, допустим, там, вот, Иван Додонов был 22 года, Сергей Глебов был 23 года, Гвоздев Василий Анатольевич в 1996 году, 25 декабря, стал председателем городской думы в 25 лет. То есть, это абсолютно нормальная практика, когда ребята, которым до 30 занимают, не просто получают мандаты, доверие населения в одномандатных округах или по спискам, но и занимают высокие должности и руководят целыми серьезными политическими структурами. Виктория? По поводу политической партии. К сожалению, по итогам выборов, когда я участвовала в проекте «Политстартап», я представляла «Единую Россию» на выборах, за меня приходили люди голосовать, но я не прошла. Могу сказать точно с стопроцентной уверенностью, что я хотела бы попробовать еще раз. В каком это будет виде, пока я над этим буду думать. А на данном этапе я занимаюсь некоммерческой общественной организации, совместно с «Единой Россией» мы помогаем реализовывать проекты, о которых уже шла речь, для людей старшего возраста, для молодежи. К нам приходят за консультациями, как за юридическими, так и просто как получить пенсию, как там оформить ту или иную субсидию. То есть мы помогаем людям, тем, которые живут в районе, в нашем, потому что на весь город, к сожалению, нет возможности у нас сейчас работать. Спасибо. У меня есть вопрос. Разрешите? У меня вопрос к Ие Владимировичу. Вот вы сейчас представляете не только партию «Единая Россия», но и Ульяновскую городскую думу. То есть вы знаете всю подоплеку городской жизни, знаете все программы, проблемы, направления. Как вы ощущаете, молодые силы, они где сейчас востребованы, в каких городских программах или, может быть, есть какие-то проблемы, которые дума еще на данный момент даже не приступила к решению. Мы же про молодежь говорим сейчас. На мой взгляд, местный уровень власти, он самый близкий к людям, об этом всегда говорится на всех уровнях. И отношение к молодежи тоже стало лучше. Вот Василий Анатольевич привел примеры, когда молодые люди избирались в качестве депутатов. И я сейчас вижу, что людям, не важно сколько лет депутату или хорошо работающему кандидату депутаты, если есть результаты и полезность, значит человека поддержат. А нужна молодежь везде. Я же начал с обновления кадров. Свежие идеи, нетривиальный взгляд, они практически на любых направлениях. Я начал говорить о благоустройстве, оно актуально для всех возрастов. И здесь опытный, не обязательно опытный, но и технократы есть такое сейчас выражение. То есть, технократ тоже может хорошо организовать процессы, учесть интересы всех жителей двора, подготовить проект, подать его на конкурс и победить. Вот даже вспоминая предыдущий созыв, когда мы работали депутатами Ульяновской городской думы, у нас не было столько возможностей участия в разных конкурсах. И где-то, да, вот примерно одинаковые возможности на каждом округе мы имели, исходя из собственного городского бюджета. Сегодня и в городском бюджете инициативное бюджетирование, вот народный бюджет, его доля возрастает. С этого года, благодаря губернатору и нашим коллегам, для нас, для жителей города открыты возможностей проекта поддержки местных инициатив. Что здесь мешает молодому человеку написать проект, подготовить его? Там довольно, кстати, вот региональный конкурс довольно сложен по подготовке документации. Там и ценовую экспертизу надо пройти, и сметы грамотно подготовить, и описать проект, и с людьми проработать, чтобы тысячи людей его поддержали. Но это все абсолютно реально. Поэтому молодой человек может подготовить такой проект по всем вопросам, что называется, местного значения. Начиная от спорта, заканчивая освещением и так далее. Поэтому применимо к любым вопросам местного значения. Возможности для этого сегодня есть. Я думаю, через партию их тоже нужно применять, проходить проект политстартап, проходить праймерис. И здесь хочу подчеркнуть, кто-то слышал несколько раз, что не верят о том, что как будут итоги. Вот я наблюдаю и сам проходил несколько раз процедуру праймерис. Сегодня это максимально открытая процедура. Если раньше голосовали только члены партии, это несколько сотен человек, наверное, получалось на каждом округе, то сегодня абсолютно открытое голосование, максимально демократичная модель. Любой человек приходит и может проголосовать за кандидата, будущие кандидата в депутаты, за любого участника праймериса. Можно выставить наблюдателей. И это применяется. И я помню, как действительно считали, пересчитывали. И Виктория здесь очень хороший пример. Потому что многие или знали Викторию, когда она выставляла свою кандидатуру на праймерис? Нет, наверное, да, немногие. Но получилось же, получилось. Поэтому абсолютно честная, прозрачная процедура, которая легко контролируется. Можно участвовать, можно побеждать. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Будете нас еще, так сказать, мучить каким-то вопросом? Нет? Еще одну маленькую акцент хочу сказать. Чтобы не сложилось впечатление, что все молодые люди, которые зарегистрируются на сайте политстартап.ер.ру, да, они должны принять участие в праймерисе. Мы часто об этом говорили. Конечно, мы в этом заинтересованы, чтобы и этот механизм был коллегами пройден. Но это совершенно не обязательно, дорогие ребята. Если вы просто хотите получить опыт и получить, ну, соответственно, другой статус, допустим, политтехнолога или политического автора, да, то есть это по федеральному проекту политстартап тоже предусматривается. Те, кто не захотят идти, надо сказать, по пути праймериза и баллотироваться в городскую думу, просто получат политический опыт и будут задействованы нами на самых различных других площадках. Поэтому, скажем так, широта применения ваших знаний и ваших желаний достаточно большая. Если больше вопросов нет, приглашаем еще раз все участвовать в данном проекте. Всего самого доброго, готовы оказывать реальную ежедневную поддержку. Спасибо за внимание. Продолжение следует...